Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребят, недавно ко мне в личку на форуме ФОПДА написал человек под именем Патрик ПСВ и говорит, нашел способ, как можно уменьшить троттлинг процессоров наших телефонов, а также их нагрев во время игр. Причем надо отключить одну полезную настройку, которая на самом деле как будто бы полезна. Я попробовал, и это действительно оказалось так. Во всяком случае, на телефонах Redmi Note 10 Pro и Poco F3. Вы знаете, друзья, что когда игра устанавливается, она обычно попадает в такое меню, как ускорение игр. Здесь можно настроить, либо ускорить процесс, произвести оптимизацию и много всяких настроек. Ну, я думаю, не надо вам объяснять. Так вот, смотрите. Оказывается, вот эта вот настройка, оптимизация производительности, которая должна избегать перегрева и проблем с оборудованием, сознательно, как мне кажется, уменьшает частоту работы процессора и не дает ему работать на полную мощность. Для того, чтобы это проверить, проведу сейчас два теста и докажу вам это. Попробуйте потом у себя. Смотрите, вы все прекрасно знаете, есть такая программка, да, троттлинг-тест. То есть мы сейчас запустим ее, поставим 30 потоков на 30 минут, и 30 минут будем использовать наш процессор по полной гонять, и будем смотреть, как он в это время будет работать. Так вот, вот в это ускорение я добавил как раз вот эту программку. То есть мы будем делать троттлинг-тест через вот это ускорение. И первый тест, который мы сделаем, это когда у нас включена оптимизация производительности. Посмотрите, какие будут результаты. Конечно же, для вас я перемотаю. А второй тест сделаю точно такой же, но когда вот эта уже функция будет отключена. Поверьте, результаты, во всяком случае, меня сильно удивили. Итак, оптимизация производительности включена. Померяем температурку, которую у нас с вами сейчас есть в телефоне, чтобы сверить нагрев и все остальное. Ну вот, 37, да, давайте зафиксируем такую, 38. У нас с вами в начале теста. Запускаем программку для проверки троттлинга из-под ускорения игр. Вот видите, гейн-турбо успешно ускорено и все запущено. 30 потоков, 30 минут. Запустить. Ну что ж, друзья, тест, как вы видите, подходит к концу. Сейчас мы увидим с вами результат. В принципе, вот он перед вами. То есть, как вы видите, производительность была как максимальная 163, минимальная 129. То есть, сильное снижение производительности, да, произошло. И вот надпись троттлинг центрального процессора до 87%. Ну и вы сами видите график, да, то есть, как он у нас с вами идет и спускается. Давайте сделаем скриншотик на всякий случай. Этого троттлинга, если вдруг кто не знает, это просто программа использует процессор вообще на полную мощность. Начинает его гонять и в хвост, и в гриву, как говорится, да. Ну вот пока 41,9. О, 43 градуса. Где тут у нас подальше? Вот, 44,6 градусов нагрев у нас произошел. Ну, в какой-то точке, в основном, вот 43, да. Сейчас мы дадим телефончику остынуть. Выключим настройку, о которой я говорил. И запустим тест еще раз, чтобы посмотреть, что будет без включенной данной настройки. Друзья, прежде чем перейти ко второй части теста, позвольте порекомендовать вам свой телеграм-канал The MIUI Premium, где я каждый день в 12.00 выкладываю новую тему для нашего телефона Xiaomi. Я думаю, каждый из вас найдет здесь себе тему по вкусу. Ссылка на канал в описании, присоединяйтесь, друзья. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что у нас температура вроде остыла немножечко. Вот, 34 градуса. Давайте так и остановимся. И начнем уже делать тест без включенной данной настройки, которая призвана как будто бы нам помогать. Давайте это мы закрываем. Закрываем. Давайте заново войдем в ускорение. Настройка. Оптимизацию мы отключаем. Закроем, чтобы проверить на всякий случай, чтобы было. Ускорение. Проверяем настройку. Оптимизация выключена. Хорошо. Запускаем троттлинг-тест через ускорение с выключенной этой. Параметры те же самые. 30 потоков и 30... Что, погнали? Ну что ж, друзья, давайте почитаем сразу надпись. Не обнаружено перегрева троттлинга центрального процессора. Понимаете? Не обнаружено. То есть там у нас было, если мне память не изменяет, 79. Здесь не обнаружено. Средняя производительность гипсов тоже 157 выше, чем была там. Ну и сам график вы прекрасно видите, да? Вот такая вот красота. Если мы померим с вами температурку, давайте сразу посмотрим, что у нас здесь. Друзья, это, конечно, парадокс какой-то, но он даже нагревается меньше, чем при включенной той настройке. И там у нас было 44 с чем-то, и мы до 43 тогда скачуху сделали. Здесь вот я вожу 41, 41, 42, а вот где-то 43 пропало один момент. Но в основном, конечно, вот по всему корпус 41, вот здесь 43. Ну что ж, друзья, давайте сравним со скрином, который был у нас при включенной этой настройке. Здесь, видите, ровная, да, зеленая. То есть троттлинга вообще не было, процессор работал равномерно, и никаких падений частот у него не было. И вот не обнаружено перегрева троттлинга центрального процесса. Давайте мы сейчас зайдем с вами в галерейку и посмотрим то, что у нас было до этого. Ну а вот вы видите сами то, что у нас было в первом тесте, когда эта настройка была включена. Производительность средняя 153 гипса, троттлинг 87%. Производительность, видите, скачет, да? Ну и сами видите, что производительность падает со 100% примерно вот здесь у нас, ну вот до 87. И сравните с текущим результатом, да? И производительность средняя выше, и перегрева нету. Ну и по производительности, вы видите, все работает обалденно. И температура даже ниже, чем была у нас с вами вот в этом первом случае. Не знаю, как относиться к этому, друзья, к этой настройке, но получается, что действительно, Патрик PSV, спасибо тебе за такую находку. Ну, сами видите, вот эта галочка на самом деле влияет на наш процессор так, что занижает его показатели работы, занижает частоту работы. И с ним телефончик работает хуже. Поэтому попробуйте у себя в играх, посмотрите, что будет, отключите настройку, возможно, тормоза в играх пропадут, телефон будет меньше греться. Во всяком случае, когда мы сейчас с вами 30 минут гоняли телефон на максимально возможных параметрах, да, с помощью этой программы, увидели, перегрева не было никакого, а телефон работал лучше. Пробуйте, ребята. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайки. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.